МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Левый берег Сатиса могут благоустроить, как изменится общественное пространство, решат горожане. С Международным женским днём педагогов и работников образовательных учреждений города наградили в Доме учителя. Остров сокровищ в мордовских лесах. Тайны саровских кладов раскрыл горожанам Валентин Степашкин. Подробности далее. 40% голосов саровчане отдали благоустройству левого берега реки Сатиса. А значит, эта территория сможет преобразиться за счёт федерального бюджета. Проект благоустройства представят на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Решать, что появится на левом берегу Сатиса, будут опять же сами саровчане. До 20 марта в Департаменте архитектуры и градостроительства от них ждут идеи и предложений. А 14 марта в Молодёжном центре пройдёт проектная игра, в рамках которой команды горожан смогут защитить свои концепции благоустройства. Каждой команде будет раздаваться под основу. Это генплан территории. Также будут у каждой команды различные пиктограммы и маркеры. Каждая команда выбирает функциональное зонирование, которое они считают нужным, что должно располагаться на этой территории. И, как следствие, они защищают свою концепцию. Проектная игра начнётся в 17.30. Принять в ней участие могут все желающие. Также свои предложения вы можете оставить по телефону 99061 или отправить на электронную почту, которую вы видите на экране. Напомним, на первом этапе благоустройства левого берега Сатиса там появилась мощёная зона для прогулок, скамеечки и освещение. Во втором этапе благоустройства территории можно включить прокладку второстепенных маршрутов. Это в лесу можно прогуляться. Какие-то дополнительные мощения появятся. Также актуально будет расположение на набережной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбольной площадки. Также актуальны будут смотровые площадки. На противоположный берег. Предложения по функциональному зонированию левого берега Сатиса в Департаменте градостроительства и архитектуры принимают до 20 марта. На их основе разработают конкурсную заявку, которая также пройдёт общественное обсуждение. После чего её направят непосредственно на конкурс. В случае победы проект благоустройства левого берега Сатиса реализуют в 2024 году. Напомним, Саров дважды становился победителем конкурса «Малые города и исторические поселения», благодаря чему реконструировали парк имени Зернова и детский парк на улице Сосина. Лидия Шулаева, Константин Островский, Евгений Ивашенко, служба новостей, Саров-24. Чинить бесполезно. Фигуры небольшой скейт-площадки на Икаре окончательно приходят в негодность. Пространство для любителей экстремальных видов спорта появилось в нашем городе в 2015 году. За 8 лет площадка сильно износилась. Периодические ремонтные работы дают только временный эффект. Как минимум хотя бы поставить перилы сюда, поменять вообще все. То есть здесь переделали фанбокс, он теперь непригоден. Там при въезде огромный стык, который подбивает уже как бы фигуры некатабельные. Тот квотер, он сделан, туда поставили фанеру скользкую. Вообще, то есть обычная фанера, не для катания. То есть тоже фигур не годится никуда. Все нужно переделать по сути. Гринбокс стоит на двух бревнах, которые мы сами сюда притащили. Трюки на велосипеде смотрятся эффектно. Этот захватывающий, но травмоопасный вид спорта очень популярен среди саровской молодежи. Сложные элементы важно отрабатывать на качественном оборудовании. Новые формы снизят риск травм и неудачных падений. В теплое время года площадка собирает много спортсменов. Катаются в день, ну допустим, взять какое-нибудь лето. Приезжают сюда, ну человек, я не знаю, 30 минимум точно. Так, в сумме за день, типа, они меняются. Там приезжает один, уезжает, ну потом он уезжает, приезжает еще один. Так человек 30 дней меняется. А так в целом, ну еще больше. С проектом замены фигур на скейт-площадке спортивная школа ИКАР заявилась на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать». Теперь только горожанам предстоит сделать выбор, какое саровское пространство благоустроят в этом году. Уважаемые граждане, просим вас проголосовать за ремонт скейт-парка, поскольку тут катаются ваши дети, внуки, и продолжат делать это на протяжении многих лет. Скейт-парк в данный момент находится в непригодном для этого состоянии. Важен каждый ваш голос, поэтому просим вас проголосовать на сайте «Голос за». С 1 января в России заработал социальный фонд. Он объединил пенсионный фонд и фонд социального страхования. Все их функции перешли к новому ведомству. Это и пенсионное обеспечение, выплаты детских пособий, пособий для отдельных категорий граждан, больничных, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением. Самое главное – это повышение удобства и доступности услуг вновь созданного фонда. Граждане не должны вообще почувствовать на себе каких-то изменений, за исключением того, что теперь им не придется обращаться в различные структуры для решения вопросов в рамках одной жизненной ситуации. Обращаться в фонд можно как лично, придя в клиентскую службу либо в МФЦ, так и дистанционно – через портал госуслуг либо через личный кабинет на сайте. Существует и мобильное приложение – социальный навигатор. Гражданин получит там ответы на все свои вопросы. Структура социального навигатора выстроена по принципу жизненных ситуаций. То есть гражданин находит свою конкретную жизненную ситуацию. Например, будущая мама находится в положении, она выбирает соответствующую вкладку в социальном навигаторе о том, что она относится к категории беременных женщин, а дальше выбирает из выпадающего списка ту информацию, которая ей в настоящий момент интересна. Также в введении социального фонда выплаты единого пособия. Это первое нововведение структуры. Напомним, ранее беременным женщинам и мамам полагались разные пособия в зависимости от возраста детей, чтобы унифицировать все выплаты, сделать систему социальной поддержки семей более прозрачной и ввели новое пособие. Включает в себя пять ранее действующих пособий. Это пособия беременным женщинам, два пособия на первого и на третьего ребенка до трех лет и два пособия на детей от трех до семи и от восьми до семнадцати лет. То есть все эти пять пособий объединились в одно единое. Этот год переходный. Мамы пока могут выбрать либо единое пособие, либо остаться с тем пособием, которое ранее уже назначили. Единое пособие положено определенным категориям граждан. Его начисляют, исходя из критериев нуждаемости. Получать пособия могут семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. В Нижегородской области он составляет 13 тысяч 513 рублей. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Пять-семи уголовных дел по статье «Мошенничество» заводит Саровская полиция каждую неделю. В среднем за семь дней доверчивые горожане лишаются от полутора до четырех миллионов рублей, поддавшись на уловки злоумышленников. И несмотря на всю профилактическую работу, обращений в правоохранительные органы от жертв обмана меньше не становится. Основная форма мошенничества – это когда на телефон стационарный, либо сотовый наших граждан, поступает звонок, представляются люди, которые звонят либо сотрудникам финансовых учреждений, банков, либо сотрудникам правоохранительных органов. Поясняют, что якобы кто-то пытался оформить на вас кредит, или были попытки снять не все с вашего счета, вам необходимо проследовать туда-то. В попытках обезопасить свои сбережения люди совершают необдуманные поступки и переводят деньги злоумышленникам. Зачастую они под видом сотрудников полиции просят граждан помочь изобличить мошенников, а для этого оформить кредит и перевести его на указанный счет. Предполагаем, что к мошенникам попала база, где есть данные пенсионеров, и они этим пользуются, и сейчас как бы их обзванивают, и они попадают на их уловки. Ну, также есть и люди, работающие в городе, в нашем предприятии, в других предприятиях города. И бывает, иной раз переводят такие суммы свыше миллиона, полтора миллиона рублей. В основном мошенники используют IP-телефонию, подменяют номера. Как рассказал Николай Сафронов, в большинстве случаев след переведенных денег уходит на Украину. Вернуть сбережения очень сложно. У полиции пока получается привлекать к ответственности в основном курьеров. Есть звонари, как мы называем на своем языке, которые делают обзвон, а есть люди, которые на территории Российской Федерации приходят и забирают денежные средства и потом переводят на счета. Так называемые курьеры мы их называем. Есть курьер, который пришел, забрал денежные средства, ему сказали, в каком адресе его забрать, он получает и переводит на те счета, которые ему говорят. Ну, курьеров мы задерживаем, поляка уголовной ответственности. Сотрудники полиции призывают горожан быть предельно внимательными. При малейшем подозрении вешать трубку, не сообщать никому данные банковской карты, проверять информацию сотрудников банков или правоохранительных органов лично в отделениях. Настоящие полицейские никогда не будут звонить напрямую гражданам и предлагать перевезти деньги. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. День любви, тепла и улыбок. 8 марта для Любови Ланцевой двойной праздник. В этот день она отмечает свой день рождения. Вот только к торжеству ей преподнесли неприятный сюрприз. Готовиться к празднику пришлось в обесточенной квартире. Электрощиток залила весенняя копель, которая вот уже несколько недель заливает пятый этаж дома по улице Казамазова. Вода и электричество несовместимы. Это прописная истина, знакома практически каждому. Но бывают и исключения. Электрощитки пятого и четвертого этажей дома девять по улице Казамазова вот уже несколько дней омывает талая вода. Итог подобного соседства предсказуем. Свет пропадает из квартир жителей. В понедельник проснулась ночью. Что такое? Нет света. Думала, лампочка перегорела. Дома, значит, посмотрел, нигде нет. Вышла в подъезд, замкнула все, отключился свет везде, во всей квартире. Вызвала электриков по номеру 122. Электрик приехал, попросил тряпочку, тряпочкой вытер все. И накрыли пакетиками, может, чтобы не текло. Но вода продолжает течь. С такой проблемой Любовь Ивановна сталкивается не впервые. До капитального ремонта в 2020 году крыша не протекала, вспоминает Любовь Ланцева. С заменой трубы потолок в подъезде начал течь. Но в прошлом году весной и осенью проблем не возникало. Этой весной ручьи вновь забили в отремонтированном подъезде. Управляющая компания устраняет течь, но эффект остается временным. Поменяли нам вот эту трубу при капремонте. Раньше никогда не было. Поменяли вот эту трубу и стало все течь. Замыкает, телевидение пропадает, домофон не работает, плиты отключаются, свет отключается. Ремонтировать крышу должен фонд капитального ремонта. А как нам сообщили в ведомстве, этой проблемой планируют заняться весной. Мы отправили официальный запрос в фонд капитального ремонта региона и продолжим следить за развитием событий. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Клумбайн, террористическое движение, которое пришло в нашу страну и Соединенных Штатов и в последнее время активно развивается в интернете через различные группы и паблики. Последователи движения одержимы идеей уничтожить как можно больше людей через теракты в школах, детских садах и других учебных заведениях. Клумбайнера выявили и в Сарове. К счастью, только одного. Как уберечь детей от участия в деструктивных группах? Какие есть сегодня опасные объединения? Педагогам и руководителям молодежных объединений рассказали Роман Силантьев и Ольга Стрекалова, сотрудники лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. На данный момент у нас украинское движение МКО «Маньяки культ убийц», террористическое движение недавно запрещенное, террористическая субкультура «Колумбайн», которая школьными расстрелами занимается, движение живых нелюдей и некрокоммунистов, которые считают, что Советский Союз жив и готовы убить всех, кто с этим не согласен. Ну и, к сожалению, остаются на повестке дня тема суицидальных игр. Если подросток угрожает убийством себя или окружающих, ведет себя агрессивно, проявляет интерес к жестокостям или насилию, надо бить тревогу. Стоит насторожиться, если у вашего ребенка постоянно подавленное и депрессивное состояние, если он не может ни на чем сосредоточиться, плохо учится и отказывается ходить в школу. Опасным признаком может быть и то, что у подростка нет друзей или он резко изменил круг своего общения. В этих случаях надо сразу обращаться за помощью к специалистам. Важно держать руку на пульсе и понимать, в каком поле сегодня находится молодежное движение и те объединения, которые периодически возникают, угасают, развиваются, для того, чтобы понимать, как с этим работать, для того, чтобы понимать, какую позицию занимает наставник, педагог в этом общественном объединении. В то время, пока взрослые находились в одной аудитории, молодые люди собрались в актовом зале на концерте Ивана Кондакова, автора исполнителя, создателя телеграм-канала «Арбалет». Музыкант исполнил композиции на актуальные и животрепещущие темы, поговорил с молодежью о событиях, которые происходят в стране, поделился своими размышлениями. На творческой встрече было место и шуточным, и серьезным песням. «Мы на своей земле расчехляем плеть, вычищаем плеть, и нежем до толпа». После концерта саровчане могли сфотографироваться с артистом и взять автограф. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Педагогическое призвание – это и счастье от живого отклика детей, и радость творчества, и нелегкий труд. Наверное, многие помнят своих школьных учителей и классных руководителей. Вспоминают их почти родительскую заботу и любовь, которая согревает до сих пор. Педагоги не только учат, но и воспитывают молодое поколение, передают им свой ценный жизненный опыт, показывают пример. А для самих педагогов школа это место для развития, где тебя всегда ждут. Самое большое удовольствие для меня – это делиться знаниями с детьми и получать от них ответную реакцию, желательно положительную. Детство все-таки является самым таким важным источником энергии, и удовольствия от жизни, энергии, которые я получаю практически каждый день. Это всегда драйв, это всегда молодость, это всегда развитие, потому что и дети дают возможность развиваться всегда учителю. Это всегда некоторая иная обстановка, чем в обычной жизни. У меня даже муж всегда говорит, учителя вы необычные люди. Обычные люди нас не всегда понимают. Кажется, что вот, педагоги, они как-то живут, наверное, не совсем так, как представляются всем остальным людям. В преддверии Международного женского дня в актовом зале Дома учителя прошел торжественный вечер. В праздничной обстановке педагогам и работникам школ и детских садов вручили почетные грамоты за многолетний и добросовестный труд. От имени мужской части нашего департамента хочу вас всех поздравить с этим замечательным наступающим праздником. Еще раз сказать, какие замечательные, умные, красивые, профессиональные, добрые женщины работают в нашей системе и пожелать вам всем успехов, удачи и в карьерном росте, и в профессиональной деятельности, и, естественно, в личной жизни. Я очень бы хотела, чтобы вы всегда помнили, что, будучи сильными, профессиональными, значимыми, идущими вперед, добивающимися своей цели, делящимися своей душой, вы всегда оставались девочками в душе, чтобы вы всегда помнили, что женщины до тех пор остаются женщиной, пока ради нее совершаются великие поступки. Пусть ради вас мужчины и свои, и чужие совершают великие поступки, любят вас и носят на руках. После торжественной части педагогам подготовила подарок театральная студия афиша гимназии номер 2. На сцене дома учителя ребята показали спектакль «Кентервильское привидение» по произведению Оскара Уальда. Светлана Юрнова, Константин Островский, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров, 24. Вместе с весной к нам пришел и праздник прекрасной половины человечества. Многие ассоциируют его с цветами и подарками. Музыкальные поздравления своим мамам, бабушкам и учителям приготовили ученики Центра образования. Ребята читали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Очень рада, что ведем этот концерт, потому что он посвящен нашим любимым учителям, мамам, бабушкам, сестренок. Я не волнуюсь, потому что веду концерт уже не в первый раз, и тут сидят моя бабушка и мама, и я их очень люблю. Я сегодня исполняю песню «Волшебник недоучка». А про что эта песня? Про то, как волшебник все-таки не мог научиться хорошо колдовать. Я сегодня играю Шостакович, очень хороший день. В зале находится моя мама, и я рада, что ей подарю такой музыкальный подарок. Праздник 8 марта это праздник наших бабушек, сестер, мам, педагогов, подруг. Я желаю им здоровья, счастья, побольше цветов, подарков и любви. В концерте принимали участие 86 ребят. Подготовка к празднику заняла два месяца. Воспитательный аспект сегодня важен для школы не меньше, чем образовательный. Участие детей в таких программах прививает им уверенность в себе и командный дух. Вы ваши ветки, 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 в бусляшки, ваши антирабашки. Свои номера показали ребята из творческих коллективов Центра образования. На базе школы действуют два объединения. Волшебный каблучок, где учат танцевать, и вокальная студия «Мелодия». И у ребят уже есть успехи. Наш вокальный коллектив «Мелодия» под руководством Натальи Анатольевны Самсоновой одержал победу в всероссийском конкурсе вокальных коллективов. Они представляли две композиции, одна из которых одержала победу. Мы ими очень гордимся, и впереди у нас новые планы и новые достижения. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Накануне международного женского дня 8 марта даже погода заиграла по-весеннему. Солнце пригревало и создавало праздничное настроение. На дорогах города в этот день можно было увидеть счастливых автоледи с букетиками роз и маленькими сувенирами. Такой подарок женщинам-автомобилистам преподнесли сотрудники ГИБДД и представители Саровской радиостанции в рамках совместной акции «Цветочный патруль», приуроченной к 8 марта. Подобные проекты мы проводим уже в третий раз в месяц при поддержке ГИБДД. До этого мы проводили еще весной акцию «Трезвый водитель», где мы напоминали водителям о том, что если ты выпил и не в короткий себя садится за руль, то есть алкоголь и вождение несовместимы. И также перед началом учебного года мы проводили акцию «Внимание, дети!» Инспекторы ГИБДД останавливали саровчанок, которые были за рулем, вручали им подарки, информационные брошюры, а также напоминали о правилах дорожного движения. Сотрудникам ГИБДД помогали школьники, отряд юных инспекторов движения. – Благодарю вас! – Спасибо большое! – Спасибо большое! – Вас тоже наступающим проектом! – Мы раздавали водителям, а именно женщинам, небольшие подарочки, в том числе букетики роз. Мы напоминали им, как хорошо, когда вы у нас есть. Женщины были все разные, одни из них наоборот не хотели, чтобы их снимали и фотографировали, другие наоборот удивлялись и очень нас хвалили. Акция «Цветочный патруль», которая прошла на площади Ленина, привлекла к себе всеобщее внимание водителей и прохожих. Тем более, что женщин поздравляли не только сотрудники ГИБДД, но и сам «Железный человек» из вселенной Марвел. – Всех женщин, всех девушек поздравляем с сестра, 8 марта, желаем всем женского счастья, здоровья, любви и всем удачи. – В лице Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Саров хочу поздравить всех девушек, женщин с наступающим праздником, хочу пожелать здоровья, во-первых, благополучия и удачи на дорогах. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров, 24. Знакомы ли вы с второклассником и второгодником Иваном Семеновым, самым несчастным человеком на всем белом свете? Жизнь его полна невзгод и опасностей. То он играл в белого медведя, весь день четверенько ходил по снегу, а в итоге схватил воспаление легких. То хотел заняться дрессировкой кота и вывихнул руку. Однажды вообще чуть было не утонул в ванной, представляя себя шпионом. На веселой истории о неутомимом выдумщике, отчаянном фантазере и мечтателе, второкласснике, второгоднике Иване Семенове выросло несколько поколений читателей. А современные дети познакомились с ней на проекте «Читаем вслух». Хитрый человек этот Иван Семенов. Уж совсем поправился. А как врач придет, Иван застонет. Глаза закачат и не шевелятся. Ничего не могу понять, растерянно говорил врач. Совершенно здоровый мальчик. А стонет. Для Максима Зани найти чтение первые. Сам проект рассчитан на ребят постарше. Но в преддверии 23 февраля и 8 марта организаторы выходят за привычные рамки и меняют формат. На праздничные чтения дети приходят с семьями. На День защитника Отечества книгу читают маму с дочками, а на женский день папу с сыновьями. А Максим в первый раз взял на подмогу и папу, и дедушку. Получилась настоящая семейная команда чтецов. Не часто приходится увидеть такое количество пап, дедушек и детей одновременно в одной компании. И интересное детское произведение, к сожалению, я вот не знал его, не читал, но с удовольствием послушал и порекомендовал бы дедушкам в том числе, а папам обязательно прочитать его вместе со своими детьми. Мне очень понравилось послушать и самому прочитать. Было очень интересно. Рассказывалось о Иване Семенову и у него очень интересная история. Проект «Читаем вслух» существует уже четвертый год и популярность его со временем только растет. Один раз выйдя на импровизированную сцену зала Дворца детского творчества, дети хотят опять туда вернуться. Сергей Коробко в этом году уже принимал участие в проекте, и когда в школе предложили опять почитать вслух, сразу же согласился и заодно пригласил с собой папу. Мне понравилось участие в этом проекте, потому что он дает почитать хорошие тексты. Я первый раз участвую в проекте с папой. Я участвовал и сам один, читал 12 месяцев, но это первый опыт только с папой. Очень понравилось, очень хорошо, что есть такой проект, который позволяет пообщаться с сыном и прочитать интересные произведения. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. На следующей встрече проекта в конце марта участники, ученики четвертых классов городских школ прочитают вслух стихи и басни Сергея Михалкова. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров-24. Миллионная находка. В конце 1920-х годов в Саровских подземельях беспризорники из трудовой коммуны нашли клад, закопанные монахами ценности. Из земли извлекли золотые монеты царской чеканки, драгоценные оклады с икон, а также предметы древнего происхождения. Сокровища оценили в несколько миллионов рублей. Надин и клад запустил настоящую золотую лихорадку в закрытом городе. О тайнах Саровских сокровищ Горовянам рассказал историк Валентин Степашкин. Я читал документы партийной организации, где рассматривался вопрос под пунктом номер 22. Это было 26 июля 1929 года. Сейчас же принять необходимые меры к недопущению порчи стен, полов и других частей зданий в поисках кладов. То есть здесь мы видим о том, что это была довольно-таки большая такая проблема, с которой, я думаю, в те времена, а времена были довольно-таки строгие, справились довольно-таки, наверное, успешно. Рассказал собравшимся Валентин Александрович и про более давние находки. Так, с давних времен через Балыково и улицу Садовую шла большая почтовая дорога. По ней часто проходили купические караваны, паломники, а также орудовали разбойники. Вдоль дороги в лесу современные краеведы с помощью металлоискателей обнаружили мешочек монет. Здесь эти денежки как бы представлены. Эту находку предоставили археологам настоящим Николай Николаевич Грибов, наш ведущий специалист по Усарову. Он оценивает эти российские монеты концом 14-го, началом 15-го века. И, к сожалению, вот то, что этот клад был найден частными людьми, естественно, сейчас вот как бы найти где-то, например, в музее вот эти монеты невозможен. В конце доклада гости мероприятия смогли задать Валентину Александровичу все интересующие вопросы. Встреча прошла в рамках социального проекта технопарка. В нашем городе появилось новое арт-пространство в книжном на Музруково, 22. Сюда каждые выходные приглашают интересных спикеров. На встречи могут приходить все желающие. У нас каждую субботу проходят и будут проходить встречи с интересными людьми. Сегодня мы провели встречу по кладам города Сарова. Я думаю, что она будет отражена как-то в ваших сюжетах в дальнейшем. Вызвало очень неподдельный интерес у людей. Актуальную информацию о темах встречи в спикерах можно узнать на странице в соцсети ВКонтакте книжной на Музруково, 22. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Солнечный конь – центр экспозиции выставки «За солнцем следа». Вокруг него сосредоточены куклы-обереги хозяюшки. По традиции их делают без лица, чтобы злые духи не смогли в них вселиться и навредить хозяевам. Дополняют композицию панно и шкатулки, выполненные в народном стиле. Островок русской культуры в Музее игрушки создали воспитанники объединения дизайн-станции юных техников. Коня мастерила Ярослава Катаева. Я, наверное, делала его два месяца. Это была сложная работа. Я его делала… Он у меня стоит на каркасе. Я его делала из специальных палок и обтягивала их локовым мочалом. Подручные материалы терпения и море фантазий – ключевые составляющие выполненных работ. Экспозиция отражает самобытность и преемственность поколений. Это демонстрация возможностей рукоделия как части быта. Это школа мастерства и подмастерьев. Здесь каждый экспонат несет в себе частицу души, любовь и трепет, с которыми его изготавливали. Я представила на выставке шкатулку и пеленашку. Шкатулка была сделана из дерева. Представила я ее в виде темы городца, потому что мы туда ездили с мамой и осталось очень много впечатлений. Сначала задумывалась, что это будет как дуб локоморья. Потом мы решили сделать этот двор как дядя Миша. Мишку можно поднять и пошевырлить. Можно поставить вместо него другую кружку. Куклу я делала по принципу складывания бумаги, а шкатулку я делала в народном стиле. Я делала куклу из не так техникой связывания и отрезания ниток. Большая коллекция пеленашек, бумажные куклы, фонарики, шкатулки для хранения украшений, денег или фурнитуры, открытки ручного творчества. Представлены экспонаты, результат работы воспитанников СЮД за последние полтора года. Это показательная экспозиция достижений творческих работ учащихся. За солнцем следом название выбрала не случайно. Нас объединяет любовь к творчеству, у нас есть огромное желание делать творческие красивые работы, объединяет нас еще дружба, взаимовыручка. Мы идем дорогами добра. Посетить выставку можно в часы работы музея без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...